народ спрашивает как ты пришел к этой профессии вообще то есть спрашивает сколько зарабатываешь но можно не отвечать на этот вопрос дело индивидуально не секрет как летчик как на севере раньше были северные у вас наверно московские должны тут же все дорогу дорогой вы тем более вахтовым методом там я вот уже на третий день про женщин начал вспоминать у вас же тоже так да в ночь опять кого-то ехать до грузится получается вон те стойки до по бокам они с азотом что вот это не поворотно да не поворотно с нами все поворотно ну то есть подвеска то здесь наверно пневмо гидравлическая пропищал что опустился до чтоб вам зарплату добавила народ спрашивает как ты пришел к этой профессии вообще то есть вот именно коронавчика не секрет с армии с армии работает то есть как начал армии работать так и пошло у тебя это дело а ты у какие-то часто надо делать на него то любую технику возьми чем-то больше не лучше смотреть и чаще смазывать соответственно будет лучше работать но плановые же есть есть конечно например масса там когда по времени по пробегу также вот ну на липсерах допустим и если один минус ну это я не знаю пока как до опции у них идет или нет центр смазки есть и наблюдал краны краны грубые то есть ставить смазки на промазочку армия чтобы под ним не лазить как бы они просто сбоку подходят забивают и он автоматически мажет в этом делать то здесь нужно лазить самому ну как бы тоже надолго хватает соответственно периодически тоже посмотреть километров 200 проехал 300 образно смазать смазать много не надо забивать ему 1 500 по кругу говоря хватает спрашивает сколько зарабатываешь но можно не отвечать на этот вопрос дело индивидуально не секрет как летчик как летчик осталось не снять обзор про летчика тогда узнать сколько зарабатывает летчик будет понятно на наш кран пересядешь если предложит но имеется ввиду на отечественный фактически скажу как есть на самом деле все зависит от работа не я как бы не гребу и на чем работать я работаю на всех кранах которые есть существующие но на колесном базах не на гусеничных все хотят боль побольше скажем так заработать поэтому приходится как бы ну есть желание есть умение есть способности работаем ну тут именно на этом сейчас на 250 тонн уже сколько работаешь по времени полгода полгода до этого тоже самое на других вот 200 тонн стоит работала вон красный 90 на всех абсолютно а красная тоже у вас липхер да да то есть вот делал володя на 200 тонн и кит и ты на нем тоже работала было время а кроме липхера говоришь на каких еще раз долганах грувы тоже немецкие 40 220 до 130 к на ней немецкие не знаю чё за компания не просто не помню там какая компания вот так делал я не знаю там они их не положение то сейчас убирает где их собирают я просто бы подменивал менял и но у них тоже есть свои плюсы у них нет такого прогиба как на литтере не скажем так и не наверное побольше запаса прочности сделано что ли прогиб стрелы имеешь в виду опорный контур например лап по триггер и чем мне не не понравились у них есть свои минуса пока по кабине например ну опять же это на любителя кому-то нравится кому-то нет какие конкретные минуса у них есть такое говорим глюч от электроника у них бывают такие моменты и чтобы если заглючить нужно практически то то есть звонит специалисты кто-то по ним будет подсказывать или как там выйти что-то сделать вот это у них минусом то есть я не знаю честно новых может быть они доработали это как бы нюанс но улики все-таки это бренд они как-то борются за это ну то есть липхер на сегодня можно с уверенностью сказать лучше один из лучших кранов или лучший лучший кран точно марта сама да они как бы рекламируют самым безопасным и не рекламирует вот и как считает у каждого денег и по-своему хорошо но допустим нет нравится но мне бы по крайней мере электр больше понравился у грох вот еще спрашивают значит смотри сколько стоит разрешение на проезд этого крана по городу или по трассе какой самый тяжелый груз был и на какую высоту надо было смонтировать на 114 метров 9 он это управляемый гусем пробу такие пропуска выдаются по городу москва то есть это 10 листов там и все улицы прописаны их что где как вот они по каким есть но сколько стоит не знаешь да нет информацию они до дают запроса то есть как они там компании проплачут они не говорят несколько там стоит пропасть 114 метров это самая большая высота была тогда а по самый большой груз 9 нет 9 тонн это это там или вообще в принципе 9 9 тонн туда подавал а под собой больше за сколько был самый большой не с гусем пока не приходилось не было такого заказа но без гуся на на минимальном вылете самый большой к наш 111 пока на этом пока больше не был торею делать слонда это это тары высокого давления под газ ну уважаемые зрители я постарался ответить на вернее задать вопросу олегу все ваши вопросы которые были любые которые вы мне прислали следующий раз если мне такая возможность удастся присылайте еще больше вопросов постараемся ответить олегу огромное спасибо что он все-таки разговорился не ну и вот этот его по вот этим экраном и какие нюансы конкретно то есть по поводу площадки по поводу всего это нужно все понимать карначи когда образцы живутся уже то есть буду знать нужно все это дело понимать что мозгами например то что вверху электроник они скажем так больше половины совмещено то есть какие-то операции что-то делаешь то он должен понимать что делаешь чувствовать на чувством там электроник там электронные джойтики даже электронный который делал не как у нас гидравлические или трассовые вот там как надаешь так он ее потащит соответственно и он не будет ощущать от нагрузки сколько-то то есть ему это как-то по парабану опыт нужен везде нужен опыт везде нужен но не то что по линии тут не то что опыт большинство на работу берут сразу спрашивают опыт тут и знания нужны да здесь нужно знать опыт и знания опыт приходит со временем а знать нужно это сразу на я когда учился на эти краны мне сразу дали литературу и изобрел почти месяц ну когда я его уже знал из-за я принимал че делал то есть но он как бы легко удалось меньше те которые не знают они и по часу ребята которые работают нормальный срок 10-15 лет они по часу спрашивают а что это что это чё как вам работает зарплату надо добавлять не побольше побольше константин про про технику про предприятие про людей вам в это вот как на севере раньше были северные у вас наверно московские должны тут же все дорогу дорогой вы тем более вахтовым методом там я вот уже на третий день про женщин начал вспоминать у вас же тоже да а тут же дорого все наверное дорого как зовут да нормально че нормальные мужики это батяги ночью ночью как жить-то как выживать по-другому я тоже вы на кранах а я с этой профессии даже дворник казалось бы такая профессия без них все будут в грязи мусоровоз тоже самое да вы по ночам где-то за за рулем до за баранка или скворечники а я за компьютер болезни одинаковые спина спина как ни страшно как ни странно спина вылетает очень большой ответ ответственность охеренно конечно в ночь опять куда-то ехать до кто на строй площадку я кто-то туда работал я получается вон те стойки до по бокам они с азотом что да подожди но азот живу по-моему жидки на газообразно может лежит жидко жидкий он по-моему азот же у него температура минус там хрен знает сколько градусов какие-то кислородным баллону привозят с датчиком мы выбираем прокачиваем прокачиваете может все-таки газообразным там или нет а слушай а вот такой вопрос тут получается механическая трансмиссия не скорее всего на газообразно газообразно было слов мы строили до баллона газообразно тут наверное она знаешь какая она может жидки жидки был когда баллоны пробивал пробивала он жесткий уже подорог на этом и меняли кто-то вытекал газообразно газообразно это что думаешь чтобы забрать подвеска серьезно все оси получается поворотно да или ну в этом шестивостом нет весь печатки модели в этой нет они разу тоже комплектации на тут средний не поворотная средняя одна ось не поворотная вообще покажите который но она подъемная вот его сейчас складывать не будешь да не я потом сложу не я ну ладно а не ты смоток вот это не поворотно да не поворотно с нами все поворотно по трансмиссии нареканий нету ну типа то есть объекта небольшой же поделал не даже не пробеги это дело в том то что до буксует вот у него нет такой момента как например на урале едешь не начинает прыгать не у нет такого прогиба а вот наверно баллон вот эти да да вот азотники да а вот они да ну то есть подвеска то здесь наверно пневмо гидравлическая то есть тут скорее всего все таки в самих вот этих стойках ну масло залито а вот здесь как раз да азот жили ну то есть закачан уже ну давай знаешь как я обычно я когда что-то не знаю я спрашиваю зрителей потому что у зрителей есть интернет под боком они залезли сделаны как тут заряжен сам масло вот он азотник азотник масло масло здесь баллон стоит воздушная камера как бы сделала он регулирует а там а там насло это пневмо гидравлическая назовем-то не варить когда шап не могу гидравлическая подвеска и мой гидравлическая давай команду туда пусть складывать и чё мужики то будет складывать верялся берут его или собрать давай это народ сбаласа брата закину с тобой тут посижу да господи ты сейчас выставляешь но стрелу сколько затащить не нужно сколько затащить ее надо до сложить а управление джойстиками здесь гать чисто электрической сейчас противовеса пусть снимает это барьер это прибор уже наш получается приближение к электросетям наверно да на воздушной линии там датчик на конце стрелы до крепится как правило это не пользуется счетчик моточасов вот видно до 100 2000 подожди или действий действий 10 из 288 до а вот самолетик нарисован чудо это наконец стрелы а голову вешается стрелу нашу вытаскивали ушка он моргает а чтоб самолет нет низко летящий не собрался да ну так поделите безопасности как бы положено ну понятно это что-то было запускаю а вот ты очень противовеса пускаю пропищал что пустился так и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дизельный То есть здесь Сколько они говорили 630 лошадей Там 200 лошадей Сейчас будут вот эти подпятники Складывать уже непосредственно на место Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за интервью Спасибо, что показали В общем, чтобы все было классно А вы подписывайтесь на канал Пишите вопросы, лайки ставьте, комментарии Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok